Всем большой привет! Сегодня понедельник, а значит сегодня у нас болтовня и психология. И сегодня я хочу затронуть такое ужасное чувство, как зависть. Я уверена, что большинство из ныне живущих людей хотя бы раз в жизни испытывали это чувство. Для начала, конечно, я хочу провести небольшой анализ самого этого чувства, зависть. Что такое зависть? Это чувство, которое овладевает человеком, это даже, можно сказать, эмоция, которая овладевает человеком, и заставляет его думать об успехе другого человека, заставляет его переживать успех другого человека. Вопрос в том, как будет человек это переживать. Есть черная зависть, есть белая зависть, есть серая зависть. Черная зависть — это самая плохая зависть, которая может быть. Это воплощение зла, потому что зависть черная — это когда человек наблюдает за успехом другого человека и желает зла этому человеку. Он хочет, чтобы человек, который имеет успех, у которого в жизни все хорошо складывается или в чем-то он преуспел лучше, чем тот человек, который завидует, он просто-напросто желает зла этому человеку. Он не хочет, чтобы человек был успешен, он не хочет, чтобы человек радовался. Он хочет, чтобы человек... Бум! Просто это злость, это реально злость. Белая зависть. Белая зависть это вроде бы как и неплохое чувство, но с другой стороны всегда оно может очень быстро превратиться в черную зависть. Все же белая зависть это чувство, когда вы наблюдаете также успех другого человека, но при этом вы радуетесь за него, вы пытаетесь радоваться за него. Но есть небольшая разница между белой завистью и восхищением. Белая зависть это все же сравнение себя с тем человеком, за успех которого вы как бы радуетесь. На самом деле очень большая вероятность того, что радуясь успеху другого человека, завидуя ему по-хорошему, вы, возможно, в скором времени поймете, что вы начали чувствовать неудовлетворение, находясь рядом с этим человеком. Возможно, вы начнете чувствовать, что успех этого человека не дает вам спокойно жить, и вы нервничаете, и у вас что-то начинает чесаться, когда вы думаете об этом человеке. Это значит, что белая зависть просто потихонечку начинает перерастать в черную, или же она превратилась в серую зависть. Серая зависть это такое подвешенное состояние, состояние неопределенности. Это, знаете, это граница, это как раз-таки такое состояние, когда вам неспокойно от того, что человек, что-то хорошее у него случилось, и как-то это не дает вам спокойно жить. И вы вроде бы и рады за этого человека, и вроде бы какая-то в вас сидит маленькая штучка, которая просто заставляет вас думать о том, что, ну, блин, а у меня вот не так, и что же мне неприятно, что у меня хуже, чем у него. И вот это вот состояние, это серая зависть. Чем плоха зависть, на мой взгляд? Зависть это то чувство, которое рано или поздно приводит человека к тому, что он перестает жить своей жизнью. Когда человек перестает жить своей жизнью, это очень страшно, потому что он сходит со своего пути, он уходит от своих первоначальных мыслей, от каких-то своих базовых потребностей, и он идёт почти вообще другой дорогой. Он забывает, кто он, как его зовут, и в чём его суть вообще, в чём смысл был его жизни, и в чём были его цели. Он начинает жить головами других людей, чувствами других людей, и он идёт вообще не туда. Когда человек идёт не туда, он теряется. Вы знаете, если он завидует одному человеку, возможно, он будет завидовать ещё нескольким людям, потому что чувство зависти, оно не распространяется только на одного человека, да? То есть мы будем завидовать многим, многим-многим-многим-многим людям. Если мы завидуем многим людям, мы каждому пытаемся подражать. Если мы будем каждому подражать, что из этого получится? Ничего. Если мы попытаемся с вами приготовить какое-то блюдо, добавив туда пасту, торт, соленые огурцы и крем-брюле, если мы все это с вами туда засунем, это получится очень невкусно. То же самое примерно получается с человеком. Когда он в себя от каждого понемногу берет, в плохом понимании берет от каждого немного, получается, что человек никакой, человек тебя теряет, человек не представляет из себя ничего совершенно. Вот чем, на мой взгляд, страшна зависть. Итак, что же нужно сделать для того, чтобы зависть покинула нас? Прежде всего нужно осознать то, что зависть есть, признать самому себе. Не обязательно кому-то об этом рассказывать. Если вам стыдно признаваться людям в таких вещах, не обязательно это делать. Достаточно признаться самому себе. А знаете, признаться самому себе иногда сложнее, чем другим людям. Поэтому постарайтесь осознать то, что да, я действительно завидую, и да, я действительно чувствую неудовлетворение от того, что моя жизнь хуже, чем его. Когда вы действительно признаетесь в себе том, что вы завидуете, и что вы немножко стали вести неправильную политику в отношении своей жизни, это уже половина пути к успеху, поверьте. Это половина пути к успеху. Дальше дело за малым. Потому что если вы не осознаете того, что вы завидуете, придется уже работать с специалистами, приводить свою жизнь в нормальное русло совершенно другими методами, а не теми методами, о которых, например, я сегодня вам сейчас расскажу. Дальше нужно понять, что дает вам испытывать чувство зависти. Почему вы завидуете? Возможно, вы завидуете Васе, потому что вы очень ленивый человек, да, а Вася очень трудолюбивый человек. Вася добивается очень многого на карьерной лестнице, он просто скачет вверх, летит. А вы ленивый человек, но у вас те же самые амбиции, и вы тоже хотите добиться каких-то успехов в карьере, например. Но вы смотрите на Васю, и вы думаете, я тоже хочу как Вася. Во все это есть, ты вообще, фу, я тебя ненавижу. Вы ненавидите его, да, потому что у него есть то, чего нет у вас, но вы хотите это получить. А вы подумайте, почему у вас этого нет. Если вы ленивый человек, то, конечно, вы ничего не добьетесь на карьерной лестнице. Попробуйте взять себя в руки, перестать лениться, и вы добьетесь, может быть, даже большего, чем Вася добился. Или же, например, вы человек тучный, вы человек в теле, и вы видите Колю, и этот Коля, он стройный, красивый атлет, и у него шикарная фигура, а вы весь такой никакой мешок-тюфяк. И вы видите Колю и завидуете ему, завидуете тому, что Коля такой красавчик, а вы никакой, и начинаете злиться по этому поводу. А вы попробуйте посмотреть, почему так. Попробуйте понять, а почему вы не такой. Выходит, наверное, что вы не можете взять себя в руки, вы не можете начать правильно питаться, ходить в зал, заставить себя делать те вещи, которые однозначно помогут вам выглядеть лучше, чем Коля. Таких причин для зависти очень много. Та же самая безинициативность. Когда мы видим лидера команды, мы завидуем тому, что он такой, он купается во внимании, у него все получается, у него постоянно он генератор идей, вы тоже так хотите. Возможно, проблема в том, что вы безинициативный человек, и вы просто стесняетесь, или вы просто боитесь, или вы ленитесь подумать. Всегда нужно найти причину, почему вы испытываете это ужасное чувство. Так же сравнивая себя с Васей или с Колей, попробуйте поставить себя на место одного из них. Разве вам может быть до конца известно, какими путями человек дошел до того, до чего он дошел? Что он сделал для того, чтобы это иметь? Когда мы смотрим на ютубе на очень известных блогеров, которые добились многомиллионной аудитории, мы смотрим на них, и нам кажется, блин, это так легко. То, как они выглядят, они выглядят так всегда. Им ничего не нужно делать. Они такие, потому что у них много подписчиков. Они такие, потому что они такие. Вот. Вот и все. Они ничего для этого не делали. На самом деле, вы представляете, какой это труд, какой это труд быть тем человеком, которого эта многомиллионная аудитория хочет видеть перед собой, продолжает смотреть и наблюдает за вашей жизнью с таким интересом. Это какой колоссальный труд нужно проделывать для того, чтобы оставаться тем, кем они остаются. И вот поэтому всегда нужно попробовать себя поставить на место кого-то из них и представьте себе, что этот человек делает для того, чтобы быть тем, кто он есть. Возможно, он прикладывает огромные усилия для того, чтобы выглядеть хорошо каждый день, по несколько часов. Он делает свою внешность. Возможно, он очень много читает для того, чтобы оставаться таким интересным человеком. Возможно, он очень много работал над собой. Возможно, он поборол очень много своих страхов. Возможно, он поборол очень много комплексов для того, чтобы стать тем, кто он есть. Превратите этого человека в стимул, в мотивацию. Возможно, тогда вам тоже станет намного легче. Вы перестанете испытывать чувство зависти и начните заниматься собой. И нужно всегда помнить, что сравнивать нужно себя только с самим собой, там, в прошлом, когда-то. Тот, кем вы были, это всегда должно быть для вас, знаете, вы должны держать свой прошлый образ, старый образ, который вам не нравился. Нужно всегда его где-то держать в поле зрения, всегда помнить, кто вы были такой, что вы сделали с собой для того, чтобы измениться, через что вам пришлось пройти для того, чтобы измениться. Вы должны понять, что с каждым днем вы должны становиться только лучше. И всегда помнить, что завтра это тот день, который никогда не наступит. Если вы сегодня ничего не будете делать, а будете только завидовать, завтра ничего не изменится. Завтра тот, кому вы завидуете, будет еще более успешным человеком. Он станет еще более привлекательным, еще более интересным, еще более образованным. А вы все еще будете сидеть и завидовать ему. Понимаете, что это пустая какая-то трата времени, это совершенно бесполезное занятие. Нужно всегда реально смотреть на себя. Не смотрите на людей вокруг, постарайтесь сравнивать себя с самим собой. Вам ого-го, как захочется себя изменить. И еще бывает очень сложно бороться с тем, что нам завидуют. Возможно, вот представьте себе, вот вы сейчас сидите, смотрите мои видео, ничего не делаете. А вы на секундочку задумаетесь. Кто-то в этот момент вам завидует. Кто-то думает о вас и 100% вам завидует. Это всегда так. Всегда есть кто-то, кто нам завидует. А мы думаем, фу, чему мне завидовать? У меня вообще жизнь не сахар никакая. Чему мне завидовать? А поверьте, всегда можно найти, чему вам завидовать. Поэтому иногда очень сложно бывает справиться с тем, что люди, которые нам завидуют, они шлют нам свой негатив. Они утяжеляют нашу карму и просто угнетают нас своей завистью. Как можно с этим бороться? Вообще двумя способами этим бороться можно. Они очень похожи. Первый способ – это, конечно, постараться не афишировать свой успех, свое счастье, не рассказывать о своем счастье. Я, кажется, буду в каждом видео повторять «Счастье любит тишину», потому что люди иногда начинают злорадствовать, и они начинают пытаться сделать вам плохо из-за того, что они очень сильно завидуют, они пытаются испортить вам жизнь, они пытаются подкинуть вам свинью для того, чтобы вам было плохо. Поэтому, возможно, выход в том, чтобы просто перестать афишировать свою жизнь, перестать хвастаться своей жизнью, перестать давать людям повод для зависти и повод для обсуждения. Попробуйте просто закрыть немножко вот эту часть своей жизни, в которой вы имели колоссальный успех. И второй способ – это довольно-таки относительный способ. Бывает, когда люди откровенно вам завидуют. Вот вы просто вот видите человека, и вы знаете, что он вам реально завидует, и он даже этого не скрывает. И вам это не нравится. А вы попробуйте абстрагироваться от этого человека, потому что такой человек может тормозить вас, он может не давать вам идти дальше. Вы сами можете этого не чувствовать, но этот человек может быть булыжником на вашей ноге, который будет вас просто вот, ну, не давать вам идти вперед, будет вам мешать. Попробуйте от этого человека абстрагироваться, попробуйте перестать с ним общаться, уменьшить с ним контакты, если это возможно потому что вот как бы наверное это не было высокомерно или как-то не совсем корректно сказано нужно избавляться от ненужных людей в этой жизни есть такие люди которые реально не нужны нашей жизни они нужны в жизни других людей они нужны они кому-то полезны кому-то нужны но нам например вот в нашей жизни вот этот человек он все он просто он не приносит никого польза действительно так нужно нужно окружать себя людьми которые делают вас лучше они тем людьми которые делают вас хуже и которые не умеют радоваться за вас я бы хотела пожелать всем тем кто смотрит это видео и вообще всем людям чтобы они всегда помнили что мы уникальны по своей сути таких как мы больше нет и мы никогда не станем никем другим мы никогда не сможем скопировать кого-то другого и мы никогда не сможем стать таким же как кто-то из них из тех кто вам нравится попробуйте философски посмотреть на себя попробуйте посмотреть на себя с той стороны с которой вас возможно видят те люди которые уважают вас и которые ценят ваш успех попробуйте почитать книги посмотреть фильмы которые меняют мировоззрение которые заставляют вас понять что нужно себя прежде всего заниматься самим собой что нужно смотреть на себя они на людей вокруг и я благодарю вас всех за просмотр и увидимся очень скоро пока пока мировоззрение